всем доброго времени суток сегодня посмотрим 4080 политгеймрок объявление я еще не выставлял но фото готово видно да что болты не крутились здесь на пломбах так вот мой профиль киберпанк запущен можно к нему приступать здесь все активно интерактивно так и сайзабл бар включен это лишнее значит 1440p длсс качество реконструкция лучей генерация кадров трассировка пути однако вот такой fps в целом в игре мы сейчас бенчмарку перейдем единственное для бенчмарка я отключу генерацию кадров чтобы было проще сопоставлять с видеокартами прошлых поколений у которых нет родной генерации кадров с ней тоже будет и будет сток будет и андервольт с разгоном сейчас карта в стоке и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь Undervolt Так вот он выглядит Плюс 225 по всей кривой До 975 милливольт То есть на 100 милливольт меньше, чем из коробки Из коробки 1075 По памяти плюс 1000 Лайтово Субтитры сделал DimaTorzok В конце первой строки потребления Сразу под ним идет напряжение И температура GPU в первой строке Первый столбец И последняя и предпоследняя строки Это ходспот И температура памяти GPU Обороты вентилятора Также выведены И в процентах И абсолютный показатель тоже Субтитры сделал DimaTorzok То есть Undervolt Сохранением производительности Как из коробки Здесь она чуть выше Но это уровень погрешности Соответственно Сейчас я покажу Что будет с генерацией кадров Еще Так как это все-таки Срок 80 Есть смысл Я не буду возвращать в сток Потому как Она это одно и то же По производительности Зачем гореть лишний раз Да и учитывайте Что Это запись Nvidia Я покажу потом Настройки ее Она съедает От 6 до 9% Производительности Без записи Будет соответственно Ну в среднем На 8% На 7,5-8% Больше FPS И других метрик Ну если там баллы Например Как в 3D Mark Или Superposition Ну вот На такой FPS Можно рассчитывать С генерацией кадров С трассировкой пути Ну собственно Настройки все видите Трассировка пути DLSS В принципе В принципе Кому неинтересна Генерация Не то что генерация А трассировка пути Скорее То можно Вот так Здесь DLA Я не знаю Нужна генерация Нет Ладно В общем Посмотрим Просто Просто Трассировка лучей DLA То есть Без Даунскейла Без Апскейлеров Без ничего Без генерации кадров Чистая Производительность Но С трассировкой лучей Ну как раз без записи Будет в среднем 60 FPS Ровно Ну вернее Больше Но я имею ввиду Что всегда Будет Больше 60 10 вот такие у нас показатели в честном 2к с трассировкой лучей но освещение на среднее потому что это оптимальное значение и разницу сложно заметить с другими настройками ну и к киберпанк пока отложим можем потом к нему вернуться до запись вот запись идет девять минут и такие ее настройки 1440p 60 fps av1 теперь 3d mark возвращаю карту в сток сейчас здесь да здесь показатели уже в гпузы тоже поменялись и того за время игры в киберпанк ядро 66 память 70 ход спот 77 8 но отличная дельта между гпу и ход спотом и это сейчас когда так ну вот такая температура в тени два прогона потому что меньше нельзя поставить там спа экстрим сбросил значение потому как это уже другой тест другие нагрузки и она Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ого, прилично больше Да, прилично больше, чем у стока Вот у нас был сток 81,40 Ну да, очень даже прилично Притом потребление, да, конечно, там не слишком ниже Но все равно 50 Вт в среднем ниже Неплохо Так, остается Superposition Сразу 4К, Optimized Возвращаем сток Вот было тут, конечно, тоже Но сейчас Вот так вот Ну, это было с лимитом в 100 То есть не с лимитом, а этот Ну, это был сток Тут сток и андервольт, поэтому здесь показатели именно стока А вот у нас андервольт здесь В максимальных значениях Вот так оно выглядело 66,8 72 И 78,7 Все сбрасываю Карта в стоке Карта в стоке Карта в стоке Продолжение следует... 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 Так, а у меня может локация есть получше... Продолжение следует... 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 вот это сложный для процессора сценарий и карта оказывается не загружена с 5800 x3 вот здесь любят тестировать потому как действительно видимо нагрузка на cpu здесь очень высокая чуть-чуть звук убавлю вот настолько высокая но с таким плотным трафиком да то есть если поставить на плотность толпы на минимум не как у меня сейчас она у меня на минимум но это мод то то будет лучше но и плотность не то но для этого у нас есть генерация кадров с таким высоким fps задержки почувствовать не ну не представляется возможным вот теперь у нас родные 2k и 180 fps и карта в принципе загружена если включить dlss на качество или там еще на какой-то другой режим то прибавки fps не будет потому как она и так упирается в процессор хотя нет да неожиданно но она есть и не слабая хотя это надо статики смотреть допустим здесь более-менее до 230 да прибавка есть ну что же будет чем 240 герц монитор нагрузить ну и 5800 x3 да конечно не самый быстрый процессор на рынке далее по плану трассировка лучей изначально трассировка лучей генерацию убираем дела ну то же самое что и в бенчмарке видели те же самые 60 плюс fps включаем длсс качество уже серьезная прибавка да в районе сотни там ладно в общем не важно включаем генерацию вот теперь карта загружена и с трассировкой лучей у нас вот такой fps длсс качество генерация трассировка лучей на среднем теперь ну здесь включено только свет на среднем поставим ультра да в принципе в принципе никакой заметной разницы нет уберем генерацию включим дела да там было в районе 65 здесь ближе к 60 но разница в целом менее 10 процентов между ультра и и медиум да очень близки ультра и средние на самом деле вот здесь вот я это имею ввиду и остается трассировка пути без генерации включим дела просто ради интереса но неплохо неплохо это родные 2к без генерации без ничего и с трассировкой пути в принципе очень не дурно но играть так и я не знаю кто будет поэтому включаем качество здесь сразу реконструкция включается но ее просто будем игнорировать или не будем в общем уже 60 плюс есть это практически всегда будет смотрим на балансе баланс существенно больше дал прям существенно то есть это был баланс вот качество да ну уже тут можно и генерацию кадров включить вот так вот за 110 это записью без записи будет 120 фпс в 2к на длсс качество генерации и трассировкой пути ну все можно только эту реконструкцию выключить но я не знаю я бы не стал скорее всего но потому что отражение без реконструкции лучей они слишком теряют в качестве хотя конечно реконструкция имеет свои недостатки в принципе может и не надо действительно может и не надо ее включать так но я бы поставил разрешение чуть повыше вот такое кастом разрешение можно на 1440p мониторе поставить практически любом 165 герц и будет 165 герц именно с этим разрешением вот только full screen должен быть иначе она не поместится в экран и будет за пределами длсс качество а 1620p это 1080p вот так бы я оставил и так можно играть это самый лучший опыт вот так вот вот так вот и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Надежные вентиляторы Внешний вид тоже такой, конечно Интересный Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok В целом, конечно, с реконструкцией лучей картинка несколько более приятная, но из-за этих шлифов, которые за персонажами остаются, из-за этого хостинга просто лютого, ну я даже не знаю. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Но ощущается не очень приятно. И, кстати, потребление видеопамяти такое неслабое. Весьма не слабая Продолжение следует... Такая маленькая лузица Да и в целом реконструкция этой лужи конкретно не сильно помогает Продолжение следует... И да, вот такое вот разрешение 1620p На 1440p мониторе, да Ну и тут же видны следы, вот эти шлифы за персонажами, когда они идут Чем дальше они удаляются, тем больше этот смаз становится заметным И это еще довольно высокое разрешение, в принципе, все-таки это Full HD Ну как, по современным меркам высокое Я не оговорился Так... И без реконструкции Ну и без реконструкции все четенько В принципе... А, отражения не должны быть идеальными Честно говоря, выглядит как перешарп Ну и вот тот самый сложный сценарий для процессора И за счет генерации кадров спокойно Играем И не ощущаем никаких просадок Но в этой ситуации Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Даже решетки стали выглядеть прилично И вот эти вот Кондеры будущего Добавил субтитры Добавил субтитры DimaTorzok А по бордатам не хочешь? Да, вот ночью без реконструкции Да, с реконструкцией гораздо лучше Ночью вот эти отражения выглядят просто гораздо Да, куда приятнее Так что либо хостинг Либо в целом картинка хуже Добавил субтитры DimaTorzok Но для 4К все же это меньшая проблема Если играть в 4К Можно поставить DLSS баланс Или даже качество DLSS качество в 4К это 1440p Ну хотя тогда производительности Все-таки я считаю не хватит А в целом FPS как и днем Добавил субтитры DimaTorzok 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 Ого! Ого! Сейчас видео Да думаю достаточно Достаточно посмотрели Так ну летом без андервольта Я честно говоря Я не знаю Ну кому настолько нужны Вот эти вот дополнительные там Несколько процентов Ну и пару процентов Возможно Производительности я не знаю 230 ватт ну еще куда не шло, да, 250 ватт ну все на этом закончим